Регбисты Енисея СТМ приняли участие в благотворительной акции. Ее суть проста. Подстригись в одном из барбершопов и 10% от оплаты пойдет на лечение тяжелобольных детей. Среди тех, кто согласился, был и Виталий Орлов. Один из самых ярких, но тем не менее самых незаметных в СМИ красноярских регбистов. Он приехал играть за тяжелую машину из Украины и сейчас его называют одним из самых веселых игроков Енисея. Мы узнали, как друзья записывают его в телефоне, чему Виталий научил всю команду и стал ли здесь своим. Приехал сюда на два годика, как мне сказали всегда. А да, да. Ты не первый, кто это говорит. Ну вот уже 10 лет уже. Из Киева в Красноярск Виталий Орлов приехал в августе 2008-го. Попробовать свои силы в России хотел всегда. Писал письма в разные команды, но вовремя попался на глаза Александру Первухину. Главного тренера Енисея СТМ покорила удачная попытка Орлова в матче на сборах. Первые же дни в Сибири легионера удивила серость города и теплый прием регбистов. В 2008-м помню то, что приехал, поселили в профилакторе Сибиря. Это заехал мне. Раз-раз все, друзья, приехали, сразу же после тренировки пару человек. Взяли, поехали по городу, покатались. Ну так сразу как будто в свое русло направили. Во время съемок Виталий несколько раз называет НССТМ своей семьей. Всю команду он научил украинским песням. С ними играет, отдыхает и даже занимается благотворительностью. Виталий, как будем стричься? Стильно модно молодежно. Эту постоянную акцию устроили в барбершопе на Ярыгинской набережной. Оплата новой прически идет в благотворительный фонд на лечение тяжелобольных детей по всей Сибири. Здесь постриглись уже около десятка регбистов Енисея. Чтобы избавиться от бороды с пользой, Виталий даже отменил запись к своему постоянному мастеру. Мне самое главное было, что среди год нормальный, они говорят, да. Я говорю, ну это уже первый шаг, я уже готов ехать. Ну а еще узнал, как бы, плюс помочь можно поучаствовать в маленьком добром деле. У него самого две маленьких дочери. По просьбе старшей Алисы мастерит скворечник, повесит его в своем же дворе. Уже третье лето они живут за городом в собственном доме. Кстати, строить его тоже помогали товарищи по команде. Здесь семья спасается от черного неба и зимней серости Красноярска. Зимой, конечно, сложновато, снег. Тут как снега насыпет, ты на сборы уедешь, приезжаешь, а здесь просто по колено. Иногда эти обязанности берет на себя жена Лилит. Когда глава семьи на выезде, ей приходится самой топить дом и возить воду. Говорит, что за два года познала все перелести жизни в Сибири. Но первое время было тяжело. Не знала людей, не привыкла к климату и с украинским паспортом не могла найти работу. Мы жили на 23 этаже, там такие перила, как решетка получается. Я вот ставила скайп, записала с друзьями и чувствовала, как будто я где-то в тюрьме. Они с Виталием познакомились почти 10 лет назад. После помолвки увековечили любовь на теле, набили себе инициалы друг друга. Говорит, Виталий всегда отличался веселым нравом. За это некоторые друзья записывают его в телефоне, как человек-фестиваль. Да, он просто заряжается. Вот он постоянно там шутит, постоянно что-то подкалывает меня. Знаете, что-то мне не нравится, но он как-то питается какой-то энергией, что-ли. И все, я готов, я на тренировку. Я, конечно, нервничаю, а он весело довольный. К родным в Киев семья ездит все реже, а собственная усадьба у них почти никогда не пустует. Виталий здесь настолько свой, что даже калитка к соседям всегда открыта. Наверное, Красноярск все-таки стал для него вторым домом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!